Когда я хваливался, хваливался, и тут я слышал сестры голос. Восино, 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 восино. Я такой, ну слава богу. Все хорошо, выдохнуло, поехали в Минск. Я не мог отойти от того, что я на свободе. Витаю, это подкаст «Вясна априде». Меня зовут Катярина, и сегодняшний выпуск присвеченный вызволению. Пять уже былых политвязням рассказывают про момент, когда они стали свободными. Про первые кроки на воле, про то, как изменяются сенсорные чувства, и про то, что такое вызволение. Сегодня я пропадаю вам пережить эти эмоции разом с ними. Но не будем тягнуть и начнем. Близневоленный Александр Бабко отсидел омаль восемь с половой месяца в паре за нас на исправе цюков, яке размалевали под Дзержинском. А скончился термин здневоления у Александра у травни 22 года, и вот сегодняшний момент вызволения с колонии, яке не обошелся без... Але давайте послухаем Александра. Я вельми хваливался для меня, это минута як... Вельми тяжко тянулось як у войску, коли был, вот, наверное, минута як день. Было прикладно это так, вельми хваливался тогда. Папирос спалил я, я не бедаю кольке, то есть... Мне не хотелось и не есть, и с самого утра, то есть... И я думал, ну, что своим ходом буду ехать, что родные... Ну, не отрывается у них приехать, и... Ну, думаю... Ну, я и казал маме на свидание, на опошнем. Кажу, я сам доберусь, то есть, ну, не переживайте, то есть... Все нормально, то есть... Все... Сам доеду. Ну, а для меня это было вельми дивно. Там, в подвале, где нас шмонали. Ну, и что находится в сумках. Приводить моего подельника, он так само был в Могилеве. И мы вельми были рады, друг друга помешивали со свободой. И, получается, мы с ним разговаривали. Ну, и мент хотел наши сумки отшмонать. Я говорю, гражданин начальник, может, ну, не надо, может, как-нибудь так и выйдем. То есть, я говорю, что я отсюда буду выносить? Носки, говорю, лишнюю пару, или что. Ну, как бы я что украл, то, говорю, ну... У меня уже сказали, что уже за этот час. Мы постояли, дождались у всех, и начали выходить. И... Ну, в той момент все равно было хваливание. Я вельми хваливался. И тут уже вывозят, типа, все, выходьте, выходьте. И, ну, я понимал, все, сейчас волю вижу. И вот, когда я выходил, уже подписываю эту бумагу и все. А я еще поспрашивался. Начали отдавать гроши, которые мне перелешили на мой счет. Мне отдают. Я знаю, что там, на последнем магазине, то есть, ну... Насколько я закупил все, и свой остаток, и ведал. И мне повинны при свободе отдать. Ну, и освобождается человек. Их не отдают. И я пошел спрашиваться с ними там. И они психуются, обашивают, что они психуются. И отдайте мне мои гроши. Я говорю, вы меня обманываете. То есть, у меня повинны столько-столько. Я не памятаю за раскоки. Там прикольно, ну, сто рублей заставалось. И они мне не отдают еще там. Я говорю, нет, у меня должно. Говорю, проверайте на магазин. На магазине, я говорю, я на такую сумму закупил все. Я говорю, ну, а у меня столько должно остаться. И они так и не отдали тогда, по-моему. Ну, что-то тогда я говорю, Бог с ними. Я говорю, мне на воле как бы простей будет. Я говорю, хай на вашей совести это будет. И все, и меня тогда повели уже вызволять. И когда я хваливался, хваливался, и тут я отшел сестры голос. И я понимаю, я, то есть, начинаю еще и больше хваливаться, и, как бы, и рады. Ну, что сестра приехала. А когда мы вышли, ну, мы обнимались с сестрой. И я выхожу, и тут мама и папа мои стоят. Я, ну, так само был доволен. То, что, ну, я их даже сейчас такие мурашки вспоминал. И подельника мама тоже приехала одна. Ну, и все пообнимались, посмеялись, сфотографовались. Ну, и поехали до дома. Вот такое вызволение. Но все же часто такие вспоминал. Ну, да. То есть, я и сню первое время. Ну, я и войска, бывает, просню, то в холодном поту просыпаюсь. Я, ну, то есть, фу, второй раз. А сейчас я часто, ну, не так часто, но моменты некоторые я сню. И, ну, не хотелось даже, как кто-то из белорусов. Не важно даже белорус, не белорус. Как кто-то попадал туда. Никому не ожидаю такого. Свобода, як сон. Вот что про момент своего вызволения и пасляя расповедая Денис Дьомух. И он провел у неволе 449 ден и вызволился с колонии. Я не мог вот себе представить, когда вот я реально, я вышел. Я даже вот просто постоял, получается, где-то минут 30 возле КПП, как только я вышел. И вот стою 30 минут, получается. У меня где-то за это время ушло где-то, может, 4 сигарета. Я, получается, я просто курил. И, то есть, я даже не чувствовал, что я, получается, одну за другой курю. У меня просто, получается, либо это так повлияло весь воздух, который, типа, был в колонии и который ты, типа, вышел. Да, да, он реально меняется. Сразу другой. Я, честно скажу, когда вот ты выходишь, я вот, грубо говоря, я заметил, что у меня просто... И начались немного трястись руки. У меня участилось сердцебиение. У меня где-то, получается, сердцебиение плюс-минус где-то, вот, оно было такое, типа, очень нестабильное. Оно у меня билось очень сильно где-то на протяжении целой недели. То есть, такое было ощущение, как будто вот реально ты был в куполе, там, где просто иной мир, и там, где, получается, воздух совсем другой. Но ты выходишь, и у тебя, ты вот просто вдыхаешь этот свежий воздух, и ты понимаешь. И у тебя начинает голова, сразу же соображая, что, типа, это не то, там, где ты находился, там, на протяжении какого-то времени, и ты уже вышел на совсем другую поверхность. И я скажу, вот, для меня это было тоже, типа, даже я когда, например, ложился спать, я у себя в ушах, я слышал, как это сердце бьется просто. Когда я уже приехал домой, получите, я просто первым же делом, то есть, лег на свою кровать, решил такой, типа, закрыть глаза, и я просто слышал, как у меня бьется. То есть, не как обычно такое, типа, стандартное сердцебиение, оно в два раза быстрее шло. Я такой, типа, блин, я попытался как-то сконтролировать, но не получалось. Ну и так сложилось, что, как бы, я вот ехал тогда в автобусе, мне надо было тогда на вокзал, я тогда с Витебска ехал. Я вот просто, вроде бы, едешь, вроде бы, как бы, ну, что-то такое, типа, уже, ну, вроде бы, это было пару дней назад, там, все. Ну, ты, как бы, едешь такой, типа, смотришь лица людей. Не тех, которые ты видел, вот, на протяжении, когда ты находился в колонии, либо, там, под следствием. А ты просто реально видел лица новых людей. И для тебя это, как бы, было такое, типа, как будто ты открыл новый какой-то, новый портал, и ты вошел в этот мир. То есть у тебя, как бы, сразу в голове начинается прокручиваться то, что, типа, ты находишься, там, вот, я представлял тех людей, например, которые, там, 25 лет находясь в колонии, да, что они испытывают? Так, мои ощущения, это были в два раза слабее, чем вот у того человека, который, например, там, 8 или 10 лет пробыл в колонии. Для него просто, да, он, типа, там, видит новых людей, когда приезжает с этапом, да, новых людей они видят, но когда ты выходишь на свободу, это просто, типа, новый мир перед тобой. И когда, вот, я реально, когда я, типа, сам себе сказал, говорю, я не могу еще до сих пор поверить, я не мог отойти от того, что я на свободе. Я просто думал, что это, как бы, какой-то сон, что, типа, меня, вот, сейчас, вот, просто, получается, из этого сна резко выдернуть и окажусь на том же месте, там, где я был раньше. А вот, что еще узгадал Денис про свои думки перед вызволением. Ну, я себе накрутил на то, что, типа, ну, 15-20 минут, я сейчас выйду, меня опять закрутят, и опять получится по новой статье. Мне подается, подобные отчувания были у Вольги Дубовик. Я нам, подельница Александра Бабко, по справедюкову, як он сам называл яе. Вольга отсидела у Ичу, Сиза, и потом вызволилась из гомельской колонии, пасля восьми с половой месяца узнаволения. Как бы, уже понимала, что я выхожу на свободу, но, как бы, не понимала, насколько долго это продлится. То есть, было предположение, что либо от меня отстанут пока что, либо могут еще что-нибудь накопать и еще пригласить подписать какую-нибудь бумажку, и поедемте в РУВД в наше. Вот, поэтому, как бы, я уже заранее продумала, так, на всякий случай. У меня было две сумки больших. В одну я напаковала те вещи, которые мне с собой будут не нужны. Это я собиралась отдать родственникам, либо кто там будет встречать. И вторую сумку, те, которые на всякий случай нужны будут в любом. В раскладе там гигиена, еще кое-что сменное. И выходила уже с двумя сумками, смотрела, кто приехал. Вот. Увидела жену брата сразу. Вот еще за проходной я не вышла. Через стекло там было видно, кто встречает, и уже увидела ее лицо. Ну, думаю, ладно, хорошо. Уже там. Еще встречала мама, приехала. Брат был в это время занят. Ну, тоже он находился в Гомеле по делам. Поэтому они всей компанией приехали на машине, и заодно меня забирали. То есть, он как-то так подгадал свои дела, чтобы поехать в Гомеле именно. Вот. Выхожу, смотрю, ну, вроде бусов не видно. Значит, пока все хорошо. Можно расслабиться. Там еще... Дело в том, что брат снял гостиницу, где они еще жили пару дней до этого. И там был бассейн. Который для посетителей бесплатный. Ну, я, естественно, воспользовалась. И целый час плавала в этом бассейне. Уже оттягивалась так, на полный. Так что вышла, называется, отмылась как следует. Все хорошо, выдохнула, поехали в Минск. Да, и еще гуляла перед этим по Гомелю. То есть, не хотелось ни на транспорте, ни на чем ездить. Просто гуляла в магазин, пошла в магазин, купила... Понимала, что хочу сырков глазированных. Вот, глазированных сырков много накупила. Все остальное... Ну, не особо хотелось. А вот молочки там не было нигде. Поэтому набрала глазированных сырков. Да, было непривычно ходить по городу. Вот просто ходить, когда никто тебе ничего не штурхает, не говорит, иди сюда, встань сюда, здесь не стой. Короче, не было вот этого вот указания, что, как, делать. Которое... Когда выходишь, ты понимаешь, насколько все регламентировано, насколько все вот это вот шаг вправо, шаг влево, и тебе какие-то санкции будут. То есть, вести себя надо вот в каких-то очень узких рамках. А тут, да, иди куда хочешь, делай, что хочешь. Ну, было такое немножко. И потом... Ну, кстати, не самый этот момент, чуть позже. Я начала понимать, насколько народ запуган. То есть, когда я вышла там буквально пару дней, хватило, чтобы понять, что народ вообще очень сильно запуган. Люди, с которыми я общалась, тоже боялись всего. И, блин, я даже не знаю, где свободнее люди себя чувствовали. То ли в Гомеле, то ли на свободе. Ну, такой условный. То есть, оно было сравнимо по ощущениям, что там, что тут. В Гомеле, в смысле, в колонии. В Гомеле, в колонии, да. То есть, очень сильно изменилась атмосфера. Ну, когда просто находишься, оно незаметненько так. А когда выходишь из местного заключения, помнишь, что было, и понимаешь, что стало практически так же, как там даже, может быть, и где-то там люди свободнее говорили даже. Это при том, что, учитывая, что у стен бывают уши, учитывая, что всякие утки, оперативники и прочие хотят информацию тоже добыть, на свободе даже больше умолчали. Момонт вызволения может быть растягнутый и нечаканный. Тому и эмоции отрымливаются, як бы, смазанными. Так было с Олегом Грузделовичем, журналистом «Радоё Свободы». И он пробыл узняволенне 9 месяцев, и тут – помилование. Але Олег не вышел у паслеягу на свежее поветро, не обнял родных. Але нехай он сам про это рассказал. Зачитали мне прошение, что подписано, указы зачитали о подписании прошения о помиловании, а после этого зноу схопили, обшукали и повели. Я не выключал, что меня просто один раз помиловали, а потом после этого зноу покараюсь. Оказывается, меня повели в обуз, милицейский бус, всякий повез меня до Межи. Крешили, казалось, что я мог бы это сообразить сразу, но был такой шок, что я не сообразил. Врываются вдруг два милицианта сброенные и начинают меня снова обшукывать, хотя я небыто уже как бы вольный человек. Но я подозрял, что такое может быть. А чему я мог бы про это предбачить? Тому, что, коли меня пропоновали прошения помилований, когда уже сказали, что будет подписано, приумовят, что ты съедешь с Белоруссии. Вот так было сказано. Но сам съедешь с Белоруссии, то есть уедешь. Оказывается, они обрали такую меру, как примусовая депортация фактически. То есть меня схопили, снова в бус под Аховой, не дали заехать ни домой, ни в Минск, никуда, а сразу про Минск, минуя Минск, там объехали прямо на Каменный Лох, туда и в Литву. То есть вот этот момент, моей свободы, он был растягнутый. Потому что я ехал уже 3 годины в этом бусе, уже как бы вольный человек, а лев все равно ищи невольный. И думаешь, что-то раптом они вот там передумают. Константин, за распрыг, за загадку какой-нибудь телефонный, и тебе там на межи снова схопят и не пустят. У меня был момент, когда меня привели, там еще в колонии, в такой по темном колидоре, есть, вели. Хотя я увидел, что да-да-да, это так вот будет. Ну, тут зачитывают мне этот указ, и... А у меня в глазах таки оттемно, тут зачитывают указ, что вот он подписан на помилование. Я такой, ну, слава богу. То есть, ну, все-таки подписано. Вот. Вот как бы я так стал бачить нормально уже, там бачил, какая-то женщинка там, я это читаю, вот такая блондинка, офицерка, вот. И только на него поглядел, как на женщину. Ну, то есть, вот такое было. Как бы я стал поступово как-то вертаться до життя. А лепут путем было вот это вот, ну, этот холодный душ с урварованием этих медициантов, и не знаю, что это, может, они меня снова повезут куда-нибудь, встречный изолятор. А потом, это поездка до Мержи, и ходить, и думать, что да, тебя вывозят, вот, и ты думаешь, ага, как, когда ты вернешься, то есть, это же такое вызволение, ну, на полу, на полу вызволение. Я мараю про вызволение, что я приду домой, и буду снова жить со своему сиротку, вот. А этого я так и не отрывался. Там у такой воли стопроцентовой нема, и, ответственно, нема такой стопроцентовой задовольности. А у Александра Казакевича история была еще больше складанная, як мне падается. А голым, он отсядзел у СИЗА по угады, але двойче. Спачатку три месяцы, пасля на суде ему дали так званую хатнюю химию, таму выпустили с зале суда, потом простый день и знову затрымали, и знову три месяца СИЗА изнову суд, дзе ему изнову дают хатнюю химию, пасля Александр забегая с Беларуси. Таму шукаем разом момент яху вызволения. Кали вам присудили, вось перший присуд у вас был, это 19 липня 2022 года, да, и вы заразумели, что вас зараз выпускают с СИЗА, выпускают с клетки, дарочевые в клетце были у суде? В таким аквариум. Ага, в аквариуме. И вось, вось вы вам обвестили при суд, и вось вы зараз выходите. Можете вспомнить ту хвилину? Усмешка, одразу усмешка, и навод, кали я спробовал при милицианках себе так стрима на поводичне, усмешка была все равно. И хотелось все пройстись, пройстись километру пять, может, навод таких восемь, тому что, ну, три месяца сидишь на одном месте, там, хочешь, не хочешь, а так, ходить трошки развушишься, тому что, ну, что такое там, например, по двору когенному погулять, это в огле ничего. Вось, тому хотелось пройсти. И, вось уж таки так, что такая эйфория, что вось яну, вось яну, вось яну, вось. Три месяца я, как это, как шакал, не веду, что, что со мной в огле будет. Там, поеду я, наприклад, в колонию, ци, вось уж таки, химию дадут. Вось. Ну, як, звычайно, сподзеваться там можно на лепше, а что-то на самой справе будет, это уже иншая справа. Але, ну, перше, что было, як сказали, адразу усьмешка. Але, ну, и я не, як бы, не стремать. Тому что, ну, потому что гэта свабода. Это ни на что не променяешь. Вось вы не чекали, что амаль простыдень, пасля першах, атакого вызволения, пасля суда, пасля прысуда, вас затремать. И знову, и знову вы отсядете амаль три месяцы, и знову будзе прысуд, и знову вам далі хатнюю химию, и знову выпустили з зали суда. Вось. Другий раз адрозневается ад першага? Ой, вы ведаете тут, па перше, я шакал, што меня за мной другий раз пройдут, тому, што, ну, я не ведаю, ни к циту интуице, як это назвать, то, што, бо нек, ось, я шел понеделок перед затриманием, уже було такое почутце, што, так просто, от меня не останусь. Вось, мне мать, я ше там, неких фотосдымков поскидывала в интернете, я так и пишу, мама, я на меня не ошибиться. Ну, и на наступный день за мной пришли, вось, отшування, што, ось, ось, не так просто было. А, другий раз, кали меня, выпустили, так само, зала суда, по-перше, я не, уже не шакал, што мне дадуть химию, хотя казали, той же следший казал, што просто добавить химию, вось, и потем, сокамерники таке, ну, уже таке бывало языки, вось, казали, што, напевно, в колонию не поеду, а ли, хто-то што веде, докладно. Вось, и я до опошнего не шакал, што меня отпустить на зновныхатнюю химию, али, на, гэтый раз, кали уже вышел з зала суда, не было такого, ни радости, ничога, я уже одразу строю планы, таму, што заставаться в країне, не збирався, и, ну, и таму, так, радоваться, наприклад, не было, особо шансов. Вось, гэтые планы, гэты покинуть країну, вы выезжали, ну, як кажуть, нелегально, хаця гэта не заусім правильна, вы выезжали нетрадиційным шляхом, ну, табок, не прас, белорусский, помежный переход, а... Празлез. Празлез. А там было такое, што, калі вы сустракаете, я не ведаю, просто, мене такого досыду не было, вось вы сустракаете литовсках помежніка, мабыць, ці кагості, і разумеєця, што вы ўжо ў суседній, демократычной, вольной країні, як с очуванням гэтага, ці был там той момент, такі, так само, вось, фу, я ўжо на свободе, і за мно ніхто не прыдзе. Був той момент, што за мно ніхто не прыдзе, калі я ўжо випалз, я тады просто пад слупом помежного лёг, і, напевно, хвилин п'ять лежал, просто, як это сказати, ну, кайфовато, оо, што, все, я не в Беларусі, вось, і тако ж було лёгкое непоразумення, тому, што калі я, усе ж такі, ўжо знаешоу помежніков, литовських, я одразу думал, што мене покладуть знову тварам у пол, вось, гэты далі, і ці там не ведаю, зброю на мене направіць, увагалі нішо га. Стояў, як бы сам сяпрам со мною розмовляў, тому гэта яшшо так, яшшо більш, не паўплывала і на настрой, і на той, што, далі ўсё будзе добре. А пра што вы розмовлялі з литовським помежнікам, як пачаласі гэты хаборка? Хто першы павітал, шы ці як гэты? А, ну, не то, шы павіталіся, па першы, я іх шукал дзві гадзіны знецшым помежніка ў помежній зоне. Калі ўсё ж такі іх знайшоў, помежнік мене ўжо догоняў, тому што я, на калікі, на кілометру 8-10, ну, ў глубіню ўжо литвы зайшоў, вось, і он мені ўжо сам догоняў, там, с аутаматам наперавес, але не крышав нічого, нічого, тако я крыкнув «стой», вось. Подбежав я одразу сам, руки в гору поднял, а у мене одразу были с собой у правой руце памятую, што пашпорт, левый грош, і усе герметично так забаковано було, вось, тільки што телефон утонул. Я кажу, я, полетышно, я кажусь з Беларусі. Он просто спотал, пашпорт, ёсте які там, эти, што, все, поглядів, што я з Беларусі, все, пошли, і просто што, я што дивно було, што я прывык до таго, што, наприклад, коли мене кудась конвоїруюць, па-перше, я іду спереду, і руки ззаду. Тут я шоу, не то, што навіть не сказав увести мене спереду, а просто з боку шоу, і я што розмовлях со мной. Ну, тубак, адносини такі були, не то, што я до шалавека, ці воглі парушальніка м'яжи, а там ась што сябровске. Але в машині потім, там я што поліцейські садзеў, там яну вже трошки жартаваць пыталіся надо мной, типа, што, пыталіся, шоу го прыбех, ось, га так далі, там, чым займаўся в Беларусі, дзе працаваў, і сказалі, калі наступна раз пабягу, кап на кілометр правее дышоў. Говору, дзякую, дзякую, наступна раз так і зроблю. А так, не, все пацалавецше. Дзяку, Велікі, гэта все пытані, што я гацела задаць, може, штось ці хочеце дадаць, наприклад, што такое вызвоління. Може, на вайдумкі узнікли? Ну, вызвоління гэта, па першше, перасмісління ўсяго жыцця, і зовсім другое ставління да свабоды, да святла, вось, тому што пачынаеш, не, пражаваць кожну хвіліну, кожну секунду, з некім сэнсам ўжо, ўжо задумаюшся, колькі там шасу на тое ўходзіць, колькі на тое, колькі на тое, тому што, калі ў тебе гэта все забираюць, караці кажеш, шы свабоду не променяеш ні на што. Вось, не, так, ён был натхнёный і маладын, вось і канец нашага выпуску падкаста, спадзіюся, вам спадабалася. Наш падкаст ёсць на Ютубі, Гугл падкаст, Эпл падкаст, Спотіфай, Казбокс, а таксама вы можешся патрымаць наш падкаст на Патруоне, невелікімі ці, велікімі донатамі. А на фоні гучаць спеу ў вакананні Мэріяны Грузділовіч, жонкі Олега Грузділовіча, одного з героў нашага падкаста, а таксама гучаць спеу нас, біларусов. На гэтам я розвітуюся і жыдаю вам унутранай свабоды. Мурхутка рухне, 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 і пакавае, свець стари. Ведальі словы на пам'ять іспеу, нескіхо в уліцах так, що кров кипело, і гнел кипел, і серць і стухо люкак. Білю сто тисяч, долоням, іскрик ворога, білю на повалу, ішли на муры по всім свете старым, а йон усе храл і співал. Разбурри, турми, муры, прагнеш свободы, то бяри, мурхутка рухне, 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 і пакавае, свець стари. Разбурри, турми, муры, прагнеш свободы, то бяри, мурхутка рухне, 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 і пакавае, свець стари. Мурхутка рухне, Так повстал, штормотисячный рух, воинам целая разь, можна, помник, износить игру, на каменіх зразбирать. Кожный гавчу, пришо я вручас, силы отдать, порадьбе. Хто не знаме, той супрать нас, скопак был сам по собе. Глядел я, шчыныя, прады, зьявонай песняю идут, а песня глухне, 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 а муры грас, стуть, растуть. Глядел я, шчыныя, прады, зьявонай песняю идут, а песня глухне, 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 а муры раздуть, растуть, и все ж разбуры. Тюрмы, гуры, прагнешь свободы, топяры, мурмы зруйнуем, так зруйнуем, и поховаем свет старый. Мурмы зруйнуем, так зруйнуем, 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 зеленый лорус, и покорбаем свет старый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ